Летом 1897 года в Санкт-Петербурге все только и говорили о новой звезде. Исполнительница кафе «Шантанных песенок» Синьорите Кавальери. Мужчины теряли от заезжей знаменитости головы. У красавицы с точенной фигуркой моментально появилась армия поклонников, кавалеристов, как их называли, наперебой спешивших поухаживать за божественной Линочкой. «Если вы спросите, в каком жанре выступает кавальери, писал репортер, я отвечу – возлюбленная!» На одном из светских приемов, где собрался цвет столицы, итальянка весь вечер танцевала то с одним, то с другим партнером. Вдруг встретилась взглядом с молодым человеком у окна, неотрывно смотревшим на нее. Он пока очнулся. По залу пробежала волна испуганного шепота. Александр упал в обморок. Присутствовавший на приеме доктор предположил сердечный приступ и велел перенести его в соседнюю тихую комнату. Через несколько минут туда заглянула Лина, в душе которой неожиданно вспыхнула симпатия к незнакомцу. По воспоминаниям кавальери, очнувшись, тот странно посмотрел на нее. Глаза у него были голубые, ресницы длинные, как у девушки, черты тонкие, будто резные. «Вы», – прошептал мужчина, – «спасибо! Какую шутку сыграло со мной сердце! Могу ли я увидеть вас снова?» Конечно, улыбнулась певица. Затем он не без труда поднялся с козетки и, поддерживаемый двумя товарищами, покинул бал. Голубоглазым красавцем оказался князь Александр Борятинский, отпрыск старинного рода, одного из самых знатных и богатых в России. Его отец служил при дворе. Сам он обучался вместе с детьми Александра Третьего и был на короткой ноге с цесаревичем Николаем, будущим императором. Окончив пажеский корпус, стал адъютантом герцога Лехтенбергского. Как же отличались его детство и юность от прошлого Лины? Наталина, так ее звали на самом деле, родилась 25 декабря 1874 года и росла в римском районе Трастевери, в бедной семье. Работать начала рано. Была ученицей портнихи, торговала на улице цветами, прибиралась в типографии. При этом, что бы ни делала, орудовала иглой, предлагала прохожим купить скромный букетик, мела полы или присматривала за младшими братьями и сестрой, девочка постоянно пела, весьма недурно. Однажды мать отвела ее к жившему по соседству учителю музыки. Тот заверил, что у малышки явный талант, согласился с ней познакомиться и помог выучить несколько незатейливых песенок. С этим нехитрым репертуаром в 14 лет и начала выступать синьорита Кавальери в дешевом театрике-кафе на площади Навона, где собиралась самая невзыскательная публика. Первое выступление запомнилось ей навсегда. Когда девушка вышла на крошечную сцену и оказалась под прицелом глаз зрителей, ее охватил страх. Она теребила платье и не могла выдавить ни звука. Тут перед взором возник их убогий домишко, из которого Наталина с детства мечтала вырваться в другую, лучшую жизнь. И, разомкнув губы, она запела. Едва смолкла музыка, раздался шквал аплодисментов. И, не чуя под собой ног, дебютантка убежала за кулисы. Что ж, начало было положено. И несколько лир в карман за выступление тоже. В 19 Наталина уже выступала в римском театрике Орфео. Затем отправилась покорять Неаполь, где по настоянию импресарио укоротило имя – Лина Кавальери. Это сочетание напоминало стремительный полет наездницы. После успеха на юге Лину с ее неаполитанскими песенками позвали в знаменитый парижский бар-кабаре «Фалибержер», где блистали красотки, напоминающие бабочек или экзотические цветы. Спросите русского, американца или японца, писали газеты, в каком месте Парижа они хотели бы встретиться вновь. И вам ответят – в «Фалибержер». Критики после парижского дебюта «Кавальери» выражали сомнения в вокальных данных итальянской звездочки. Но публика придерживалась иного мнения, ведь она приезжала не в оперу, а всего лишь послушать очаровательное создание с приятным голосом. Внешность Лины привлекала фотографов, открытки и рекламные плакаты с ее изображением разлетались тысячами. Контрактов становилось все больше, и через пару лет она отправилась на гастроли в Россию. Одно из ведущих изданий Петербурга представило «Кавальери» как известную итальянскую красавицу. О голосе певицы журналист даже не упомянул. Позднее, конечно, писали и о вокале, но все равно гораздо больше внимания уделяли драгоценностям, которыми Лину одаривали воздыхатели. На сцене она любила блеснуть украшениями, пустить, так сказать, алмазную пыль в глаза. Впрочем, певицы из Фали Бержер все как одна были бриллиантовыми. Например, Отеро, испанская красавица и соперница к «Кавальери». Как-то во время их совместных гастролей импресарио попросило Отеро пропустить Лину с ее номером вперед. Она плохо себя чувствует, поэтому выходить на сцену после одиннадцати вечера ей вредно для здоровья. «Я знаю», — усмехнулась испанка, — «что это вредно для ее бриллиантов. Они померкнут после моих». В один из вечеров Лина поразила воображение петербургской публики, появившись у Рампы в изумрудном ожерелье. Оно трижды обвивало ее шею и спадало до талии. Эту роскошь подарил ей Саша. Семейство Борятинских пребывало в сильнейшей тревоге. В 1894 году их младший сын Владимир тайно вступил в брак с актрисой Лидией Еворской. Скандал вышел громкий. Теперь тем же путем намеревался пойти и Александр. И на ком собрался жениться? На кафе Шантан на певичке без роду без племени. Нет, никто бы не осудил, если бы Саша взял очаровательную певичку в любовнице, но в супруге. Тем не менее, вскоре Лина якобы стала княгиней Борятинской. Во всяком случае, как утверждала она сама года спустя, их венчал православный священник в какой-то маленькой часовне. Весь шум по поводу свадьбы кавалерия не более чем миф, опровергал петербургский листок. Согласно последней информации, итальянская красавица, увы, давно замужем и является матерью двоих детей. Все это лишний раз подтверждает. Звезды кафе Шантанов выдумывают себе биографии. Но Лина не обращала внимания на пересуды, ведь Саша ее обожал и спешил исполнить любое желание. Он чувствовал себя мастером, который создает произведения искусства и, не жалея денег, посыпал своего кумира драгоценностями. Я ощущала себя красивейшей женщиной. Она решила осесть в Петербурге, учила русский язык. Но вокруг настойчиво жужжали. Заезжая певичка окрутила князя, мечтает завладеть его состоянием. В конце концов вмешался Николай II, призвав друга детства к благоразумию. — Саша подчинился воле царя, — вздыхала Лина, — как всякий военный обязан подчиниться приказу старшего по званию. Но его душа окаменела от горя. Он был похож на дерево, лишившееся корней. Выяснилось, что Борятинский весь в долгах. Чтобы побаловать свою ненаглядную, он заказал у Хамберже жемчужное ожерелье стоимостью 80 тысяч рублей. Но заплатить смог только часть, и фирма подала в суд. Всплыло, что князь должен и придворному меховщику Лилянову, даже у царя 100 тысяч занял. Певицы настоятельно посоветовали покинуть Россию, а князю спешно подобрали более подходящую партию — Екатерину Юрьевскую, дочь Александра II от марганатического брака с княгиней Долгоруковой. Катя лицом у фигуры удивительно напоминала Лину. Когда в газетах появилось сообщение, что некий итальянский промышленник преподнес кавальере жемчужное ожерелье стоимостью миллион лир, князь как раз готовился к свадьбе. Лина, покинув Россию, осела в Париже, приобрела особняк на Елисейских полях и одну из его комнат оформила в русском стиле. Они с Сашей и расстались, и не расстались. Екатерина, умная женщина, не препятствовала общению, даже подружилась с соперницей. Их нередко видели в Париже втроём, например, на оперных постановках. Раз собирались куда-то вместе, и Катя восхитилась изумрудным колье Лины. Та сняла с себя украшение и застегнула на шее подруги. «Я недостойна носить его. Это твоё». Колье, преподнесённое когда-то Александром, было фамильной драгоценностью Борятинских. Но самый ценный Сашин подарок остался при ней, ведь исключительно благодаря князю Лина отказалась от титула королевы варьете и серьёзно занялась вокалом. Пока она жила в Петербурге, Борятинский убедил подругу, что та способна на большее, чем тешить публику сентиментальными куплетами, и оплачивал уроки у известной певицы Маддолены Мариани Мази, открывшей в столице свою школу. В 1900 году «Кавалерия» впервые вышла на подмостки оперного театра в Лиссабоне. В газетных анонсах дебютантку представляли как красивую даму полусвета, которую спонсирует президент итальянской навигационной компании. Тот самый уточнялась, что ранее преподнёс ей роскошный жемчуг. Несмотря на скепсис критиков, выход певицы встретили бурными аплодисментами, но после исполнения первой же арии послышались возгласы неодобрения. В середине действия Лина покинула сцену. Её заменила певица, приглашённая на случай, если дебютантка провалится. Потом «Кавалерия» оправдывалась, что перенервничала, и голос плохо звучал, ведь в зале сидели члены португальской королевской фамилии. Да ещё шутники в портере, сбивая певицу, принялись копировать её мимику и жесты. Наверняка их подговорил импресарио, чьи ухаживания она отвергла. О том, что итальянка из кафе Шантана поёт в опере, петербургский листок отозвался язвительно. «Кавалерия», не так давно потерпевшая сокрушительную неудачу в Лиссабоне, не отказалась от своего странного притязания, даже составила собственный репертуар – богема Пучини, сельская честь и паятцы. «Кавалерия» не подходит даже для опереты, и это нахальство с её стороны – исполнять партии мими, сантуцци и недды. Вот что значит красота и бриллианты. Но Лина лишь выглядела хрупким неземным созданием. Она твердила себе «не отступай», нанимала лучших педагогов, занималась сутки напролёт, и вскоре критики отметили – её исполнительское мастерство заметно выросло. После гастролей в Италии и Польше «Кавалерия» вновь посетила Петербург. На вокзале её встретила толпа поклонников и сопровождала до гостиницы. Теперь, спустя два года, незатейливые песенки сменились серьёзным оперным репертуаром. На что немедленно откликнулся столичный сатирик. О, как судьба одарила эту женщину! Она трудится в нескольких направлениях. Сначала играла роль красавицы, затем королевы бриллиантов, теперь оперной дивы. В театре негде было яблоко упасть. Некоторые меломаны специально явились, чтобы посмотреть, как выскочка кавальери потерпит фиаско. Но даже скептики признали, что в тот вечер услышали совсем другую лину. Теперь восходит звезда. Всё в ней так трогательно, чисто, так бесконечно свежо. Этот чудный цветок, это нежная, благоухающая весной орхидея. И за ней нельзя не ухаживать, её нельзя не холить. Вы, вероятно, уже сомневаетесь в моём беспристрастии. Всем известно, что кавалерия очень красива. Пусть так, но её красота, в её таланте только лишний штрих. Сколько ума во всех её сценических движениях, сколько музыкальности, и вместе с тем, темперамента в её фразах. Какая чудная у неё мимика, прелестный, хотя и не поражающий какой-то феноменальностью, голос, поддающийся легко колоратуре. Кристальная пиана, удивительный в речитативах грудной регистр. Да здравствует и процветает этот чудный цветок! Восхищался Леонид Собинов, ставший горячим поклонником певицы и с радостью выступавший вместе с ней, как и Фёдор Шаляпин. Отныне всех новых оперных исполнительниц в России сравнивали с красавицей-итальянкой. Имя её в России было также известно, как швейные машины Зингера, булочные Филиппова, зубной эликсир Адоль или молочные магазины Чичкина, писал Илья Шнейдер в записках старого москвича. Если вы покупали коробку конфет в кондитерской Абрикосово, то помимо обязательного приложения к её содержимому в виде засахаренного кусочка ананаса и плиточки шоколада Миньон, завёрнутый в серебряную фольгу. В коробочке лежала ещё небольшая толстенькая плитка шоколада в обёртке из золотой бумаги с наклеенной на неё миниатюрной фотографией Шаляпина или Лины Кавальери. В общем, Европа и Россия были покорены, оставалась Америка. За океан Лина отправилась вместе с соотечественником Энрико Карузо. Им предстояло петь Федору, Умберто Джордана. В конце дуэта, когда тенор, держа партнёршу в объятиях, пропел «Федора, я люблю тебя», Лина вдруг страстно поцеловала своего графа Лориса в губы. Это было неслыханно. Никогда оперные артисты не приступали к границ условности. Зал принялся аплодировать. Солистов несколько раз вызывали на поклоны. Кавальери прозвали в Америке «целующиеся Примадонны». Мир охватила линомания. У Дивы появились двойники, выступавшие в разных городах под её фамилией. Стилю знаменитой итальянки, прическам, нарядам, манере держать себя подражали многие дамы. Превратившись в законодательницу мод, в Париже кавалерия занялась производством средств по уходу за лицом и телом, выпустила книгу «Секреты красоты». В Нью-Йорке открыла магазин дорогой косметики. Певица стала одним из главных персонажей светской хроники. Газеты описывали любое маломальски значимое событие из жизни Лины. Открытки с изображением первой красавицы мира, как её называли, печатались миллионными тиражами и продавались в любой табачной лавке. Их брали с собой солдаты, отправляясь на фронт. Ими украшали свои комнаты восторженные девицы. И, конечно, многие мужчины хотели видеть Лину спутницей жизни. Она утверждала, что получала предложение о замужестве более 800 раз. Одним из соискателей оказался Роберт Уинтроп Ченлер, отпрос богатейшего американского клана Астера, члены которого имели весьма оригинальный подход ко всему, чем занимались. И, по словам биографа, могли покорять на велосипедике Лиманджаро, поддерживать деньгами бахаизм и даже писать сонеты в психиатрической больнице. Неплохой художник, Роберт, следуя семейной традиции, немного позанимался бизнесом и политикой, но в итоге предпочёл искусство. Тут их с Линой интересы совпали, причём настолько, что некий сицилийский герцог, прикинувшийся шофёром ради того, чтобы возить кавальери и проводить с ней больше времени, выдержал всего два месяца. Это безумие надеяться быть рядом с вами, которая не живёт ничем иным, кроме своего искусства, воскликнул он. С Ченвером уже вроде дело шло к свадьбе, но за океаном в родной Италии оставался Саша. Да, чужой муж и отец двоих сыновей, но пока Лина была свободной, она чувствовала связь с князем, который, поговаривали, не раз хотел вернуться к своей пивуньи. Борятинский жил во Флоренции, когда с ним случился апоплексический удар. Оправившись, он постепенно возвращался к прежним занятиям и развлечениям. Семья и Лина радовались, что болезнь отступила. В один из дней Александр играл с друзьями в бридж, внезапно потерял сознание и вскоре, так и не придя в себя, скончался. Ему не исполнилось и сорока. Саша завещал похоронить себя в Италии, на родине возлюбленной. Пока Борятинский был жив, певица отвергала предложение о замужестве. Только теперь, в 1910 году, она согласилась выйти за Ченлера. Роберт и без того и центричные страны совершенно потерял от любви голову. Он настоял, чтобы в брачный договор включили особый пункт. Его обязательство ежегодно выплачивать жене 100 тысяч долларов, даже в случае развода. Он также переписал на нее все свое имущество. На свадебной церемонии присутствовали лишь самые близкие, дабы избежать шумихи. Но репортеру удалось снять молодоженов на выходе из мэрии. И новость о том, что кавалерик вышла замуж за отпрыска астеров, молниеносно разлетелась по свету. Ее воздыхатели были в трауре. Баритон Матсея Батистини, потрясенный услышанным, отменил все выступления и закрылся в своем замке недалеко от Мадрида. Муж осыпал Лину драгоценностями и устроил званый ужин, пригласив некоторых бывших претендентов на руку и сердце жены, вероятно, чтобы завидовали. Через восемь дней, однако, семейная идиллия закончилась и супруги разъехались. Возможно, причина в Чендлере и его странностях, но пресса подозревала, что постаралась родня Роберта, всеми силами пытавшаяся расстроить этот союз. Возмущенная родня Чендлера отказалась передавать кавалерии имущество. Начались судебные разбирательства, адвокаты оспорили брачный контракт. В результате поднятой шумихи Метрополитен Опера разорвала контракт с Линой. В Америке ее больше ничего не держало, и она отплыла в Европу. На расспросы о личной жизни Лина сухо отвечала «Да, я развожусь, процесс отнимает много времени и сил, развестись оказалось сложнее, чем пожениться». И добавляла «Замуж опять не собираюсь, мой брачный опыт оказался не слишком приятным». Однако уже весной 1912 года стало известно о предстоящем венчании Дивы стенором парижской оперы Люсьена Мураторе. Но время шло, а новостей о свадьбе не появлялось. Пресса и поклонники терялись в догадках. Журналист влиятельного американского издания, задавая вопросы кавальере с особой пристрастностью, прямо инквизитор, как аттестовала его певица, без обиняков спросил, супруги ли они с мистером Мураторе. Лина ответила, «Да, мы официально женаты». «А почему скрывали?» последовал вопрос. «Газеты начали бы сочинять небылицы о нашей семейной жизни». Кроме того, недосказанность создавала загадочный флёр вокруг певицы и возбуждала неподдельный интерес ко всему, что она делала. Но об этом кавалерия в беседе с репортером умолчала. Следующим шагом в её артистической карьере на пороге сорокалетия стал кинематограф, только зарождавшийся, а потому считавшийся сомнительным и одновременно заманчивым видом искусства. В картине Манон Лиско, которую продюсировал Мураторе, его жена сыграла главную героиню. Процесс съёмок при несовершенстве тогдашней аппаратуры оказался сущей пыткой. Софиты немилосердно светили в глаза, и Лина потом неделю почти ничего не видела. Но разве это могло её остановить? Реклама возвещала несравненная кавальере самая известная мировая красавица и Люсьен Мураторе, великий французский тенор и драматический актёр в превосходной постановке. 300 сцен, 300 участников. Стремясь завлечь больше публики, супруги прибегли к трюку. Локаты сообщали, костюмы героини последние новинки парижской фирмы Пакен. На экране личная вилла кавальери, три нитки жемчуга ценой в 2 миллиона франков, и её личная шиншилловая мантон за 250 тысяч. Чтобы происходящее на экране вызывало как можно больше ассоциаций со сценическим действом, показ фильма, к примеру, в Вашингтоне, сопровождался выступлением «Оркестра», исполнявшего музыку из одноименной оперы. В том же году, когда на экраны вышла картина «Манон Леско», у Лины и Люсиена родилась дочь. Кавалерия оставила сцену, а спустя несколько лет и кинематограф. Она получила все, о чем мечтала и сама стала героиней фильмов и театральных постановок. Драматург Эдвард Шелдон еще в 1909 написал пьесу-роман об оперной певице Рите Каваллини, в образе которой легко угадывался прототип. В красавицу с пленительным голосом влюбляется католический священник, но их союз невозможен. Параллель с романом итальянки и князя Борятинского была очевидной. Пьеса с успехом шла на подмостках. Позже ее положили в основу бродвейского мюзикла и пару раз экранизировали. В одной из версий Риту сыграла Грета Гарба. Картину Алини «Самая красивая женщина мира», основанную пусть и с некоторыми вольностями на реальных событиях, сняли, когда певице уже 11 лет не было на свете в 1955 году. Роль кавальери там сыграла Джина Лола Бриджида. Актриса сама исполняла вокальные партии. А князя Сергея прообраз Борятинского Виторио Гасман. «Я покидаю искусство бесшумно после моей слишком громкой карьеры», сказала Лина в 1920 В ее книге о красоте и уходе за собой один из главных советов звучал так «Если желаете оставаться красивой, цепляйтесь всеми силами отчаяния за уходящую молодость». Этой заповеди она сама следовала всю жизнь, хотя подчас это оказывалось нелепо. Продолжение следует...